Спасибо, что смотрите нас. Мы продолжаем выпуск. Вот уже не первый год Славянский район находится в числе лидеров по развитию физической культуры и спорта. Все победы и достижения спортсменов и тренеров были бы невозможны без постоянной поддержки руководства района. Для того, чтобы спорт стал доступен каждому, в нашем районе строятся уличные спортивные площадки, открываются новые комплексы, ремонтируются спортивные школы, укрепляется материально-техническая база учреждений спорта. И даже самые отдаленные населенные пункты не остаются без внимания. На этой неделе большое спортивное событие отпраздновали в Забойском сельском поселении. Там состоялось торжественное открытие зала для занятий вольной борьбой. С новым этапом развития профессионального спорта в поселке Забойском жители приехали поздравить глава района Роман Синеговский, председатель совета Григорий Литовко, глава Забойского поселения Александр Крудько и депутат Марина Слюсаренко. Это как раз тот случай, когда благодаря энтузиастам, благодаря директору школы, главе поселения, и нашему депутату Марине Васильевне, и нашему чемпиону, я уверен, благодаря этому приспособленному помещению сегодня открывается новая секция. Мне приятно, что 50 наших ребят из 250 учащихся, это пятая часть, любят вольную борьбу, любят спорт. Это правильные ребята, потому что помимо здорового дела и здоровых мыслей вы еще будете воспитываться в правильном направлении. Я вас всех поздравляю с открытием, желаю, конечно же, прежде всего крепкого здоровья, и благодаря этому это все делается, ну и большим достижением и спорта, и прочее. Для занятий вольной борьбой в школе номер 20 было оборудовано отдельное помещение. Депутат Совета Забойского сельского поселения Марина Слюсаренко помогла приобрести борцовский ковер. Теперь у юных спортсменов есть все возможности для занятий любимым видом спорта. Желаю успехов и очень приятно, что обращают на это внимание Роман Иванович, Александр Михайлович, что мы здесь не заброшенная глубинка, что мы здесь живем и развиваемся на уровне с городскими ребятами. Всего вам доброго. Заниматься с ребятами будет чемпион мира по вольной борьбе среди ветеранов в 2015 году. Старший тренер Владимир Васюк, воспитывающий чемпионов Краснодарского края и России. Для этого события ждали давно. Спасибо всем, кто участвовал в этом открытии, в этом залу. Все безумно рады, будем тренироваться, я думаю, что мы вас не поведем с результатами. Еще этот зал подготовит чемпионов края и чемпионов России. Это Кома. Я выявляю вас. Спасибо вам большое. Удобство нового зала первыми оценили спортсмены секции «Вольная борьба детско-юношеской спортивной школы Станицы Петровской». Ребята провели показательную тренировку. Заниматься в зале смогут и дети, и взрослые. Он всегда будет открыт для всех желающих. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События». ЕпejSA «Вольная борьба детско-юношεια».